Лаура работает в найме, 44 года, Казахстан. Стагнация в карьере, в личной жизни нет роста. У всех всё получается, у меня стоит. В чём причина? Долговая яма. Хочу расти, развиваться, выйти из стагнации, поднять уровни жизни, жить в изобилии. Пробовала ты тахильник, не поняла, что это. Если честно, у меня нет финансов на психологии проработки. Я всё время говорю, метод Сильва – это ваш аэролог, психолог и же с ним, нумеролог, на самом деле, вам достаточно один раз изучить. Метод Сильва работает, когда ты практикуешь его и понимаешь, для чего и зачем, что ты делаешь. Именно поэтому на масштабном курсе присутствуют живые созвоны со мной, где я помогаю вам разобраться в вашей конкретной ситуации, как применять ту или иную технику. Точно так же и метод Сильва работает. Если знать, что применять, применять, практиковать, стагнация во всех областях, понятно, хорошо. Такое бывает. Бывает, что, опять, то, если вы возьмёте, Лаура, на себя ответственность, что то, где я нахожусь сейчас, это результат моих, моих действий, слов, мыслей год, два, три. Примерно на три года это уходит. Так вот, и вы говорите себе, если я хочу продвинуться в этой, в этой, в этой области, то мне нужно с этими областями работать. Поэтому на масштабном курсе я даю бонусную технику, мы составляем матрицу целей. Видение своей жизни на 20 лет, на 10 лет, на 5 лет, на 3 года, на год и на ближайшие 3 месяца и на месяц. Возьмите те области, три области отношения, финансы и, например, что у вас ещё у вас, если по здоровью я не видела, да, например, и так далее. Напишите хотя бы цели на год, по каждой из этой области, на ближайший год. Хорошо. Иногда в состоянии стагнации, депрессии, тяжело представить. Я не знаю, что я хочу завтра, но здесь нужно включить своё воображение и сказать, вот будет 31 декабря этого года, да, тут осталось 9 месяцев, чего я хочу достичь? Пускай это будет минимальное. Улучшить отношения с мужем или с близкими 5 баллов на 6 баллов. Улучшить, например, доход, если вы сейчас его оцениваете. Пускай это будет на 5%, пускай это будет на 10%, но у вас будет конкретное, измеримое. Я всегда говорю, пишите измеримые цели. Как вы узнаете, что вы стали успешными? Как вы узнаете, чем это будет измеряться? Размером зарплаты, размером суммы, которая у вас будет на счету? Как вы узнаете, что отношения улучшились? И так далее. Понимаете, когда мы говорим, вот у меня стагнация во всём. Это очень просто так обозначить. Я больше, чем уверена, что есть области, в которых у вас всё хорошо. Поэтому распишите все области, оцените все свои области. Выберите одну-две области, в которых самая низкая оценка. Запишите ближайшие цели, распишите дальше. Самое главное, распишите промежуточные цели и шаги. Что вы будете делать, чтобы цель, которую вы записали через год, становилась осуществимой? И начните действовать. Понимаете? Действие рождает мотивацию. Мы ждём, что мотивация сама по себе родится. А на самом деле скажете себе, хорошо, я каждый день буду изучать 10 новых слов, например. Что мне нужно, чтобы больше зарабатывать? Предположим, мне нужно изучить новый навык. Мне сказали, если я бы владела другим языком, предположим, мне бы, не знаю, дали дополнительную новую должность, я могла бы претендовать, был бы больше доход и так далее. Окей. Я себе говорю, каждый день я буду изучать 10 новых слов. И начните их изучать. Каждый день я буду делать вот это. Каждое микро-мини-действие. Даже одно мини-действие каждый день даст вам результат. Каждый день ходить на тысячу шагов больше, каждый день изучать, каждый день развиваться, читать, например, 15 минут то, что ведёт у вас в профессиональной деятельности и так далее. Поэтому хватит прикрываться. У меня во всём стагнация. Это просто прикрытие и оправдание к бездействию. Поэтому, конкретно, одну, можете взять одну область, что я хочу сделать, какие я могу совершать действия, и начинайте совершать действия вы.